9 декабря 2024 год. Москва, Манежная площадь. Я Владимир Владимирович, всех приветствую. Сегодня рабочее объединение межрегиональных штабов национально-освободительного движения. Провели очередную серию одиночных пикетов по городу Москве. Также здесь, на Манежной площади, на нулевом километре, у Александровского сада. Также Государственная дума, Совет Федерации, Министерство иностранных дел, ядерное нацеливание, Министерство юстиции. Где остальные иностранные агенты, о которых говорил? Нарышкин, подготовленные США, в России 80 тысяч. В Минюстоке объявило тысячи. Где остальные? Справедливый вопрос. Ведет машина. Значит, ВДНХ проходит сбор подписей, также плакаты за чрезвычайно полномочий президенту. Дан наш несменный, так сказать, участник, Ром Шнот, Сургут, Советский Союз, Рамиль Салихов. Ну вот, привет ему огромный, с Манежной площади, он как раз сейчас там стоит, на этом самом, на ВДНХ. Проходит сбор подписей за чрезвычайно полномочия президенту, главе государства Владимиру Путину. Для проведения реформ, направленных на полный возврат государственного суверенитета. Вот, и могу сказать, что подписи уже собрано немало, но пока еще недостаточно. Планка у нас 100 тысяч и Совет Федерации сразу будет, это будет отнесено, конечно. Также сегодня пикеты проходили возле средств массоинформации, в частности, РИА Новости. Ну, плакат у нас, так сказать, по теме для обращения в СМИ, что США наш враг, Трамп хитрый враг. Не обольщайтесь. То есть, вот эту трампоманию разводить не надо, как это было, вот вспомните, в 2016 году, когда Трамп победил на выборах. И тут просто в Москве в СМИ устроили вот эту трампоманию со всех утюгов, орали, кричали, что вот Трамп там все, победил, это будет вообще классно. Но ничего классного, конечно же, не было. И сегодня тоже классного ничего не будет. Трамп победил, значит, хитрый враг, он по-хитрому начинает действовать. Цель его, конечно же, как он говорит, сделать Америку снова великой, то есть его понимание, она уже как бы невеликая, да? А когда же она была великая тогда? А великая она была, напомню, в 90-е годы, когда они просто ограбили Россию, ограбили советский, ограбили русский народ весь. Понимаете? Вот тогда они были великими. И сейчас они хотят вернуться опять в 90-е, как это было в них. Жизнь как в сказке. Вот даже те, кто, значит, в 90-е годы жил в Америке, они все говорят, ох, как мы классно жили в 90-е. У нас кредиты были маленькие, у нас все там было дешево. Конечно, ограбили такую огромную страну, Советский Союз, разграбили все. Поэтому вот это не надо забывать и помнить, кто такой Трамп. Трамп, не Трамп, они меняются, но идеология у них остается одна и та же. Это порабощение в России, так сказать, уничтожение несогласных, а остальных сделать рабами. Ну, мы это прекрасно понимаем, и поэтому мы здесь, мы на информационном фронте стоим, доносим эту информацию, чтобы она, так сказать, была видна в пространстве. В информационном пространстве мы только там, где мы сами себя представляем. А средства массовой информации, такие, например, как РИА Новости, да, вот здесь сегодня был пикет, они ничего не говорят насчет национально-освободительного движения. Как будто нас нету, да, а мы-то есть, мы-то каждый день стоим у Кремля, стоим на Манежной площади, стоим у Государственной Думы, Света Федерации. Вот я называл и УМИДа, и Министерство юстиции, ВДНХ, значит, средства массовой информации. Также сегодня пикет был на станции метро Бауманская, там, где вот знаменитая Бауманка. Много молодежи, то есть, как бы, нас не видят нигде, да, типа, нас нету, а мы есть, мы здесь. Мы доносим эту истинную правду, истинную русскую правду до народа, который был обманут в 90-е годы. Была навязана конституция эта колониальная, которую надо просто писать новую конституцию, суверенную, отказываться от этой конституции колониальной, которая, конечно же, ни к чему хорошему не приведет вообще. У вас все еще не слышно, вы это, вы куда-лик, да, у меня все слышно. Вот, поэтому, друзья, надо, как обычно, как всегда, русский народ объединялся и побеждал. Мы помним Минина и Пожарского, памятник вот здесь недалеко, когда в 1612 году собрался русский народ и освободил в то время Отечество. Когда в 1812 году, когда напал Наполеон, то же самое произошло, объединился русский народ и освободил Отечество. Значит, 1941-1945 год, уже в следующем году, 9 мая, будет ровно 80 лет. Эту дату, конечно же, мы будем отмечать, и надо, чтобы никто не забыл подвиг наших славных предков, героев, которые отдали на алтарь победы, заплатили огромную цену жизнями своими. И хотел бы закончить свое выступление словами Владимира Владимировича Путина, который сказал, что мы сейчас сражаемся за то, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию можно вычеркнуть из истории. Поэтому мы здесь, и мы боремся за это. Внимание! 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 Враг! США! Украина! Наша земля! Путин! Армия! Народ! Вот лицер победы в нот! Путин! Армия! Народ! Святая троица! Вперед! Путин! Армия! Народ! Супостата! Гибель ждет! Родина! Свобода! Путин! Ура! 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 Нам здравствует великая Россия! За Россию! За победу! Ура! Ура! Так, там и будет.